всем привет дорогие друзья вы на канале валерия золушка в этом видео будет преображение детской в нашей новой квартире покажу вам что было до что стало после также покажу вам наши покупки для дома будет много полезной информации надеюсь что вам нравится такой формат видео так что всем желаю приятного просмотра всем привет друзья сегодня воскресенье 3 июля в этом видео хочу показать вам такое преображение детской комнаты я уже вам рассказывала своих видео что мы решили отдельную комнату выделить для нашего старшего сына льва ему 10 лет скоро будет уже в этом году 11 он нас переходит в пятый класс то есть он такой достаточно взрослый и мы посчитали что ему же все-таки нужна отдельная комната потому что другим нашим сыновьям четыре года и один годик они еще можно сказать малыши и у них тоже отдельная комната вот сейчас как раз в которой я нахожусь а у льва комната на другую сторону выходит мы уже практически всю новую мебель после ремонта в его детскую приобрелись сегодня я все вам покажу расскажу где мы что покупали мы стараемся не отходить от нашего дизайн-проекта стараемся все приобретать туда как заложено в нашем дизайн-проекте дизайнером а комната получилась таких серых тонах и там очень красивая обои когда туда захожу все время гурлев у тебя в комнате самые красивые обои мне там очень все нравится сегодня я покажу вам какое новое постельное белье я туда купила ему также будет мотивация на уборку мне там нужно помыть окно я там так слегка протирала окно но тщательно еще его не мыла как раз сегодня хочу это сделать я сейчас попросила мужа погулять с малышом чтобы малыш погулял и меня не отвлекал старшие дети у меня дома не там на кухне сидят играют я же здесь приготовила гладильную доску хочу сейчас как раз погладить новое постельное белье я его постирала вчера уже все высохло я всегда после того как покупаю постельное белье обязательно его на быстрой стирки стираю ну что всем желаю приятного просмотра прежде чем показывать вам комнату уже после ремонта мне хочется вернуться на полгода назад и показать вам какая эта комната была до ремонта в том состоянии в каком мы ее купили вы знаете во многих своих видео я говорила и писала в названии что квартиру мы купили в убитом состоянии но мне приходили такие комментарии что вовсе это и не убитое состояние вполне нормальное просто здесь люди жили скромно так что мнение разные комната это восемь с половиной квадратных метров мы не увеличивали ее площадь не передвигали здесь перегородки так что в плане площади здесь все осталось как было если впервые на моем канале я оставлю подсказку на видео в котором я рассказываю как мы купили нашу квартиру также на моем канале есть плейлист с видео где я подробно показываю каждый этап ремонта но я здесь вам показываю комнату уже после ремонта мне кажется что преображение невероятное кстати я вам уже сказала что мы стараемся не отходить от дизайн проекта но вот в плане обоев в этой комнате мы все-таки проявили фантазию и немножко отошли мы купили здесь обои немного другие но нам они очень нравятся сейчас покажу вам как муж прикреплял здесь бра дело в том что мы заехали в квартиру когда здесь еще не до конца было все доделано мы просто торопились переехать из съемной квартиры заехали сюда чтобы самое необходимое было сделано но уже какие-то недоделки доделываем по ходу дела вообще что касается электричества хочу сказать что когда у тебя есть дизайн проект очень удобно что ты заранее знаешь все расположения светильников розеток выключателей это действительно очень удобно что дизайнер все продумывает а вот здесь показываю вам какой светильник у нас был заложен в дизайн проекте мы его покупали в леруа мерлен и вот так он симпатично смотрится я вам здесь показываю и как он смотрится без включенного света и как он смотрится уже с включенным освещением мне очень нравится этот светильник а мне кажется что он идеально вписывается в детскую нашего сына еще мне захотелось обновить льву комплект постельные белья и заодно мне нужно было выбрать полотенце для кухни и когда я в интернете стала искать варианты то нашла российский бренд домашнего текстиля собственным производством который на рынке уже более 20 лет это unison shop.ru раньше не знала про них в силу популярности европейских масс-маркетов но оказывается и в россии есть достойные альтернативы где соотношение цена-качество даже выигрывает так как ткани они производят сами они закупают для детской хотелось что-то необычное и увидела что у них есть для детской белье которое светится в темноте леве показала варианты конечно же он был в восторге и мы выбрали вот такой космический комплект из стопроцентного хлопка такое постельное белье абсолютно безопасно в составе нет фосфора или каких-то других вредных компонентов запаха тоже никакого нет на ощупь она очень-очень приятная и после стирки эффект свечения не пропадает кстати родион увидела сразу захотел себе такое же я уже подумала что нужно было взять в двух экземплярах еще у unison shop.ru большой выбор лицензионного постельного белья подушек детской одежды с героями мультиков и фильмов я знаю что многим актуальна такая информация меня смотрят много мамочек и я сама думаю еще не раз вернуть к этому магазину потому что качеством осталось очень довольна вообще у них большой выбор домашнего текстиля для всей семьи есть и домашняя одежда для взрослых и одежда для детей много всего для кухни я как раз еще подобрала комплект вафельных полотенец у меня их 4 штуки и очень такая нежная нейтральная расцветка мне сейчас не хочется чего-то такого яркого мне кажется что эти полотенца идеально вписались в нашу кухню я повесила полотенца на рейлин показываю здесь вам несколько вариантов как можно повесить очень приятный бонус этого интернет-магазина бесплатная доставка по россии и также за покупки дарят подарки всю подробную информацию я оставлю внизу в описании под видео по промокоду золушка 10 для моих подписчиков действует дополнительная скидка 10 процентов я же перебралась в детскую сняла постельное белье кстати не поверите ребят вот этот комплект постельного белья с человеком пауком ему аж 7 лет я зашла на вал борис посмотрела дату когда я его заказывала это 2015 год представляете какая я бережливая и при этом у льва ну и родиона тоже всего один комплект постельного белья просто я его утром стираю сушу и вечером застилаю обратно перед тем как застилать новое постельное белье я по матрасу прошлась своей любимой щеткой которая собирает шерсть мусор уже неоднократно и и показывала особенно у кого есть домашние животные то эта щетка просто спасение если что это не реклама я ее заказывала за свои деньги просто появляются новые зрители поэтому с вами делюсь в этом комплекте наволочка довольно большая 70 на 70 сантиметров поэтому я льву поменяла подушку до этого у него было 50 на 70 но в принципе любит большие подушки потому что он перед сном читает книги как раз включает бра ему там светло вообще у нас лев очень любит читать я вам чуть позже покажу сколько у него книг они у нас на полке даже все не умещается и вот так смотрится комплект мне очень нравится что у него двусторонний поддеяльник я вообще люблю такие фишки кстати мы уже проверили действительно звезды планеты светится в темноте главное включить свет ну хотя бы минут на 10 и потом свет выключаешь и действительно все так классно светится детям конечно это очень нравится расцветка такая мне кажется подойдет детям разных возрастов в общем я осталась довольна и мне кажется он такой не алябистый а отлично вписывается в комнату почти подростка но эти всем показываю вид на противоположную сторону комнаты напротив кровати у нас стоит шкаф мы его заказывали в хофф вообще изначально у нас дизайнер закладывала мебель из икеа но поскольку икеа закрылась мы попросили ее подобрать альтернативные варианты и вот такой вариант она подобрала этот шкаф очень вместительный сейчас я вам показываю что здесь располагается внизу конечно здесь хромает организация здесь лежит очень много книг наверное книгам не место в шкафу сейчас пока у нас еще нет полок на стене мы книги временно положили сюда и в верхнем отделении у нас висит штанга вообще в этом шкафу предполагалось что штанга будет висеть высоко как для взрослого но я предложила пока лев еще не взрослый опустить штангу пониже наверху поставить дополнительную полку для хранения просто мы еще не успели ее купить и наверху шкаф конечно же я освобожусь сейчас там пока лежат мои сумочки потому что гардеробная у нас не готова и чтобы они не валились по всей квартире я их временно положила туда и сейчас я застилаю кровать покрывалом кровать у нас кстати размером 80 на 200 мы ее покупали в икеа наверное года два назад покрывала тоже из икеа я стараюсь чтобы кровать была покрыта в течение дня и стараюсь к этому приучать детей но они все равно регулярно взрывают кровати я уже здесь перешла к окну не буду вам показывать весь процесс честно мне процесс помывки окон в этот раз затянулся я в детской помыла окно довольно быстро но потом я пришла еще на лоджию просто этот момент не засняла и после ремонта я еще там толком не убиралась на лоджии окна были очень грязные чтобы этот раз я помыла окна и на лоджии и сейчас показываю вам как бы организовали рабочую зону для льва мы купили вот такой стол заказывали его на озон кстати он не очень дорогой он стоит не больше 6000 я даже удивилась что за такую вполне приемлемую цену можно купить такой функциональный стол здесь есть и ящик и две закрытые полки две полки открытые у нас у льва много настольных игр каких-то вещей поэтому ему лишние места для хранения не помешают этот стол можно поставить и буквой г и также его можно поставить в одну линию мы поставили буквой г потому что в этой комнате так лучше возле стола у нас стоит растущий стул для наших детей это самый оптимальный вариант еще можно озоне заказал вот такую лампу черную с сенсорным переключателем очень удобно что ее можно нагнуть в любую сторону переключать можно в разные режимы сделать поярче послабее плюс еще там есть время и другие параметры и справа от стола у нас стоит стеллаж верхние четыре ячейки для книг и нижние четыре ячейки для игрушек этот стеллаж мы приобретали в икеа года два назад называется он насколько помню фридлев у нас в квартире вообще таких стеллажа 3 очень они нам нравятся они такие функциональные кстати ребят насколько я знаю в икеа будет с 5 июля распродажа вообще как вы собираетесь что-то там приобретать или вы уже на икеа грубо говоря закрыли глаза и не надеетесь что-то там приобрести сверху стеллаж еще пока пустой я еще думаю что здесь поставить может быть здесь можно поставить какие-то коробки потому что мне кажется он пустоватый либо поставить декор на столе стоят у льва вот такие подставки для учебников для тетрадей когда идет учебный год то лев активно всем этим пользуется просто сейчас они пустые потому что учебников и тетрадей нет еще одна волберс я заказала вот такую пробковую доску она размером 50 на 70 я ее купила для того чтобы лев вешал у нее расписание какие-то свои заметки правила для каких-то предметов чтобы в любой момент можно было туда посмотреть и найти нужную тебе информацию сейчас мы пока вешать ее не будем потому что если повесим она точно не доживет до 1 сентября ребят на этом буду заканчивать свое видео надеюсь что вам интересно было смотреть и информация которой я с вами поделилась была вам полезна если видео вам понравилось поставьте пожалуйста пальчик вверх до встречи в новых видео всем пока пока